Окей, все. Так, всем привет еще раз. Рекордер у нас включился. Можем начинать наш урок. Параллельно можете открыть IntelliJ IDE, да? Ну, либо с рекордом, либо пишите код. Плюс вот этот файл, он вам пригодится. У нас на сегодня план. Я думаю, вы уже посмотрели видео, которое я закинул на YouTube. Там я объясняю базовые вещи про generics и некоторые тоже advanced вещи. На сегодня план у нас такой. То есть научиться писать generic методы, статичные generic методы с bounded generic types. Bounded – это с границы, да? С нижней границы или с верхней границы. Сегодня будем писать с верхней границы. Потом написать generic sort method to sort an array of comparable objects. Но у нас не sort метод будет, у нас будут другие методы. Написав другие методы, в принципе, вы sort тоже сможете сделать. И потом design and implement generic matrix class. В данном случае метрикс класс, он как кейс-стадии идет в книжке. Вы его отдельно можете посмотреть. Там со всеми объяснениями в книжке все указывается, пишется. 19-я глава. Кейс-стадии от generics matrix class, пожалуйста. Со всем кодом, да? Было бы круто, если бы вы прочитали вот эту всю подглаву, что здесь написано. Переписали код. Вот здесь вот получается примерно 5 отдельных классов. Включая generic matrix и 1 integer matrix, 2 rational matrix, 3 integer test, rational matrix, 5 классов. И плюс объяснение здесь есть, как эти методы все работают. В общем, было бы полезно. Но сегодня мы, в общем, попишем другой с вами класс. Вектор. Ну, давайте начнем с демо. Начнем с 19.2. Будем... решим эту задачу. Плюс проанализируем что там, да и как. Окей. Так, начинаем. Implement generic stack using inheritance. В книжке в этой главе 19-й, generic stack, его, по-моему, делали с помощью массива. И я на видео его показывал с помощью массива. Да и, по-моему, он через Aureli сделается. Ну, давайте мы все с нуля попробуем сами сделать. Stack из Aureli 100 сделаем, да? Наследуем от Aureli 100 и сделаем его generic. Окей. Создаю новый класс. Называю его generic stack. Я еще раз перепроверю. Здесь все меня слышат, да? Да-да-да. Да-да-да. Да. Что такое stack? Stack, если простыми словами сказать, то представьте, что наступила пандемия, да? Вирус там, коронавирус. И вам нужно с общаги переезжать домой. И у вас очень много книг. Собственно, вы эти книги берете и складываете в коробку, да? Коробка у вас такого размера, как и книги. Получается, вы в коробку можете книги положить только в одну стопку. Хорошо? В одну стопку. В самый низ в одну книжку положили. Следующая книжка идет сверху. И так далее, так далее. Пока у вас коробка не заполнится. Представим, что в коробке у вас помещается 20 книг. Так, последняя книга, которую вы положили в коробку в общаге, по приезду домой, это будет первая книга, которую вы возьмете, да? То есть last in, first out. Stack вот следует вот этому принципу, как коробка, да? Вверх открыт, низ закрыт. Только с одного места можете ложить и вытаскивать. Вот stack – это вот такая вот вещь. Такая структура данных. Нам нужно его сегодня с вами реализовать. Так, в книжке сказано то, что мы должны экстендить от ArrayList, да? Пожалуйста, мы говорим ArrayList. Этот stack у нас generic. То есть мы, если его сделаем простым классом, то тогда в нем dataField будет… Мы их должны, обязаны будем указать, да? То есть это либо интеджеры, либо строки, либо объекты. Мы должны будем явно это прописать, explicit way. Когда мы его делаем generic, мы его можем при создании указать, да? То есть мы можем при создании сделать stack из интеджеров, либо stack из строк, там, и так далее, и так далее. Точно так же, как и мы ArrayList с вами создали, создавали довольно-таки. Вот, мы просто здесь пишем e. И, соответственно, мы будем отстендить от ArrayList-a-e. Теперь, какие вообще есть у нас методы у stack? Ну, во-первых, он должен в себе содержать элементы. Для того, чтобы содержать эту кучу элементов, там, ну, книг, допустим, да, нам нужен какой-то контейнер. Так как мы наследуем это ArrayList-a, у нас этот контейнер уже есть, который мы наследовали от ArrayList-a. Внутри ArrayList-a, собственно, есть этот контейнер, да? Не есть методы ArrayList-овские, которые позволяют в этот контейнер добавлять, либо оттуда удалять эти элементы. Поэтому, в принципе, мы уже с контейнером справились. Нам нужно теперь сделать интерфейс для того, чтобы в этот stack вложить и вытаскивать оттуда вещи. Так, ну, начнем. Самый первый элемент – это push. Окей? Void. Push – это означает просто закинуть элемент. Так как у нас stack, мы указали то, что у него generic type E, да, соответственно, он в себе содержит элементы типа E. Когда мы пушим, мы, значит, пушим элемент типа E. Вот так вот и указываем. Что означает push? Push означает закинуть элемент в этот stack. Мы договоримся то, что верхняя часть stack – это будет конечный элемент ArrayList-а. Окей? То есть самый первый элемент в ArrayList-е – это будет самый первый элемент, который мы закинули в stack. Самый последний элемент в ArrayList-е будет самый последний элемент в stack. Соответственно, мы пушить будем куда-то под конец ArrayList-а и брать тоже будем с конца. Окей? Ну, добавлять в конец ArrayList-а очень просто. Для этого нужно просто вызвать метод add. Мы говорим просто ArrayList-а. Так как мы наследовали от такого ArrayList-а, мы просто говорим add, да, вызываем его метод. Мы сейчас, в принципе, можно сказать, что находимся внутри этого ArrayList-а. Можем вызывать его же методы без создания его объекта, да. Потому что мы внутри находимся. Потом у нас есть метод, называется void. Не void, а pop, да? Pop, он возвращает элемент, последний элемент в ArrayList-а и его удаляет. Какой у него возвращаемый тип? Включите, пожалуйста, свои микрофоны и кто-нибудь скажите мне, какой тип здесь возвращается. Void. E. Нет, Void, он возвращает элемент, да? Какого типа? E. E, правильно, E. Потому что там содержатся элементы типа E. Вот. Теперь нам нужно этот элемент взять, да, плюс его возвратить, плюс его удалить с этого ArrayList-а. Когда... Ну, удалить его очень просто. Мы говорим просто, что remove, да, и мы можем remove сделать по индексу. Индекс последний, он будет size, да, минус 1, правильно? Он последний элемент удалит в ArrayList-е. Но перед тем, как его удалить, нам нужно на него референс сохранить, потому что мы его должны возвращать. Соответственно, мы говорим E last равен чему? Он равен get size минус 1. Да, возьми последний. Потом его удали, а потом мы его просто возврати. Вот так вот работает pop. Push и pop, они как антонимы, да, противоположные. Один добавляет, другой удаляет. Так, идем дальше. У нас еще есть один элемент, один метод, называется pick. Pick, он... Push – это как положить книгу в коробку. Pop – это как взять ее оттуда, взять самую верхнюю книжку. Pick – это просто посмотреть, какая самая верхняя книжка, да. Он вам даст знать, что это за книжка, но ее удалять не будет. Нам достаточно возвратить вот этот вот последний элемент. Ну, там еще пару методов есть. Допустим, public. ulean.exempty возвращает, пустой ли это stack или нет. Exempty метод, он есть уже в релисте, поэтому мы можем возвратить просто return super.exempty. А теперь вопрос вам. Почему мы должны здесь писать super? А как этот метод есть в этом, в релисте? Нет, почему мне... Я вот здесь super не писал же. Super get не писал, допустим. А здесь я super написал. Почему? А, потому что здесь есть метод из empty, а get нету. Правильно. Если я super не напишу, то он рекурсивно будет вызывать самого себя, да. Так как мне нужно вызвать именно арелистовские из empty в этом случае, я должен дописать super. Чтобы не было бесконечной рекурсии. Потом есть у нас метод size, который возвращает, сколько элементов у нас в стеке есть. Ну, для этого тоже мы просто возвращаем super size. Вот здесь вот size, он уже зовет не арелистовский size, а вот этот size. А в свою очередь, вот этот зовет арелистовский size. Если бы вот этого метода не было, то есть если бы мы override не делали бы, в этом случае мы override делаем, да, арелистовский метод, то он бы вызвал арелистовский size. А вот сейчас он вызывает свой size. Вот. У нас как бы так происходит. Так, из empty size push pop. Ну, давайте push string сделаем. Public stream, push string, чтобы увидеть содержимое нашего стека. В этом случае мы просто возвращаем super.toStream. Прямо просто арелистовский toStream используем. Ну, в принципе, все. Нам конструктор не нужен, потому что он по умолчанию у нас уже здесь есть. Сейчас пойдем тестировать наш generic stack. Говорим generic stack. Окей. Мне нужен stack из интегеров. о том, что мы говорим, окей, в stack ты закинь, пожалуйста, push. Он здесь уже, видите, мне Intel.JD подсказывает, что туда пушить можно только интеджеры, потому что мы указали интеджеры. Окей, мы туда пушим, что? Ну, давайте одну пушим, потом пушим, потом пушим, потом сделаем двойку, потом тройку. Потом все это мы делаем распечатаем. Посмотрим, что у нас выйдет из этого. Мы должны увидеть один, два, три. Правый элемент будет самый последний крайний элемент в верхней стеке. Вот, пожалуйста, один, два, три. Теперь давайте оттуда что-нибудь поп сделаем. Мы сделаем stack pop. Удали последний элемент. И потом обратно его распечатай. После этого мы должны видеть только один и два. Он должен удалить последний элемент. Вот, пожалуйста. Давайте сделаем stack pick. И опять сделаем распечатку. В данном, вот в этих двух случаях мы просто игнорируем значение. Мы бы могли его сохранить, переменную, потом что-нибудь с ней сделать, но в данном случае мы просто их игнорируем. Pick он не удаляет. Вот, как нам пройтись по всему стеку, пробежаться? Это сделать просто. Можно просто сделать вот таким вот образом. Давайте это я делаю закаминчу. Мы говорим, пока наш stack is empty, да? Пока он не пустой. Что мы делаем? System of print event stack pop. То есть пока он не пустой, верхний элемент берем и его печатаем. Это как опустошить коробку с книгами. Вот домой пришли, по одной книге взяли и их вытащили. Потом посмотрели, что это за книга. Он в обратном порядке, и он нам должен вытащить все это дело. Вот, три, два, один. Вот, три, два, один. Окей? Так, какие еще там у нас методы есть? Size. Ну, size он, в принципе, работает правильно. Pick мы использовали, push использовали, pop использовали. Toast string использовали. Так, вопросы? Какие-нибудь вопросы у вас есть? Есть 22 человека, да? Так, давайте я еще один раз скриншот сделаю. Так, вопросы, пожалуйста. Окей. Вопросов нету, я буду продолжать. Иногда можете микрофон включить, а то у меня иногда это ощущение складывается, что я сам с собой разговариваю. Поэтому, если у вас сзади тихо все, одни в комнате сидите, можете, в принципе, микрофон включить и она санда говорит что-нибудь. Хорошо? Как скажете. То есть, точно так же, какие в комнате мы сидим, в кабинете. Так, окей. Первый демо мы закончили. Мы сделали с вами вот эту вот задачу, решили. Ну, я могу не будем рисовать, в принципе, там все понятно. Пойдем дальше. Второй демо. 19.3. Так, здесь нам нужно написать вот такой вот метод, да? Давайте я его скопирую. Позже я вот код, который сегодня пишем, я скину, чтобы вы могли дома его добить. Так, а релиз мы должны импортировать. Окей. Так, нам нужно написать метод, который называется removeDupplyCates. RemoveDupplyCates – это переводится, как удалить дублирующие элементы, да? Повторяющиеся элементы. Вот. Мы берем arrayList. Возвращаем arrayList. Окей. И это у нас generic method. GenericStatic method. Окей. Так. В данном случае он должен возвращать что? That returns a new arrayList. Окей. Вот это вот очень важно. Он должен возвратить новый arrayList. Вот. Если помните, то мы вот в objects in classes с вами смотрели, да, если какой-то object передать в метод, а потом взять его и поменять, допустим, list. И move, там какой-то там индекс, да, нулевой, то он вот этот вот релиз, который мы отправляем, допустим, с main, он его возьмет и поменяет. Окей. Это не совсем, не всегда желательно. Поэтому вот в книжке говорится то, чтобы мы возвратили новый arrayList, который состоит только из уникальных элементов вот этого arrayList. Поэтому мы вот этот лист не будем трогать. Оттуда все элементы будем копировать вот сюда. Окей. Теперь давайте разберемся с вот этим вот хедером. Что вот эта вот строка означает? строка эта означает следующее. Вот здесь вот мы говорим, то, что принимаем arrayList, который в себе содержит элементы типа i. Окей. Этот метод возвращает arrayList, состоящий из элементов типа i. И, вот этот i, да, он у нас generic type. Окей. Вот в этих вот тригольных скобках мы указываем то, что это generic type. Что это говорит? Что оно нам дает вот это вот generic type, да? Ну, если видео посмотрели, я там вот это дело очень детально объясняю. Вот представьте, что у нас есть arrayList, состоящий из интеджеров. здесь по-моему мы у нас, по-моему, сейчас давайте открою документацию. Есть один интересный метод, по-моему, или arrays asList, где можно сразу всего переделать, закинуть его в arrayList. А, вот она, да, asList. Arrays, да, он возвращает list. И здесь говорим, какие нам интеджеры нужны. Так, ну, один, два и три, допустим, да, вот так. Ну, он нам возвращает list. Мы его просто сейчас закастим. Закастим. Не закастим, можем даже не закастить, а использовать arrayList, где мы его передадим, да? У arrayList есть конструктор, который принимает list. Вот. Мы его просто закидываем в этот конструктор. Ну, либо можно закастить. По-моему, можно закастить. Давайте проверим. Это дело мы вот так вот возьмем. Он нам возвращает, что? Это дело нам возвращает list, да? И мы его попробуем закастить в arrayList из arrayList. Вот так тоже, в принципе, можно. Двумя способами можно сделать. Мне первый больше нравится. я ставлю вот здесь вот для референса. Вот. И давайте сделаем новый arrayList, который состоит из строк. str. Вот здесь мы сделаем вот эти вот переделаем и делаем их строки. Вот. Теперь смотрите, вам нужно удалить дублирующие элементы отсюда, да? Я сюда добавлю двойку и одинку сейчас. А вот сюда я добавлю, допустим, A и world. У нас слово world повторяется в два раза. Слово world повторяется в два раза. Так как они содержат в себе разные типы объектов, мы бы в очень простом случае, если бы мы не использовали generics, написали бы метод removeDublic, который принимает arrayList of Integers, потом написали во второй метод removeDublic, который принимает arrayList of strings, да? И так далее, и так далее для всех типов. А когда мы этот метод делаем generic, то мы туда можем и вот этот arrayList закинуть, и вот этот arrayList закинуть. Любой arrayList можем туда закинуть. И как, собственно, нам эти arrayList убирать? Так. Мы вот этот arrayList создадим, который мы возвращать будем, да? Мы говорим arrayList типа E, да? Который содержит в себе элементы типа E, result arrayList. Он сейчас пустой. Как мы это сделаем? Мы вот представьте, то, что вот этот массив, да? arrayList это полка это полка с книгами, Ваша полка с книгами, где некоторые книги повторяются. вам это все дело нужно на новую полку положить все книги отсюда, но на новой полке у вас все книги должны быть уникальными, да? Что вы делаете? Вы берете по одной эти все книги и вложите в эту полку. Взяли первую, положили. Взяли вторую, посмотрели, она здесь есть или нет. Если нет, положили, если есть, то проигнорили. Третью взяли, посмотрели, она есть или нет, да? То есть вы ее на следующую, на новую полку уложите только в том случае, когда ее там нет, да? Вот. Вот логика такая. Очень-очень простая. Мы говорим для каждого элемента E элемент в массиве лист, да? В этом листе. Что мы делаем? Взяли по одному. Мы говорим, если она не содержится, да? Result doesn't contain, да? Если она там не содержится, только в этом случае мы ее туда добавляем. После того, как этот цикл закончится, это значит, мы все книги перебрали, и вот этот результат он себе содержит только уникально. И в конце мы можем его просто возвращать. Все, пожалуйста. Теперь как этот метод вызывать? Ну, внутри вызывать его просто. In that case int r. И это дело мы сейчас с вами покажем. мы покажем int r. Покажем вот это вот дело. Мы покажем еще раз int r. Потом мы покажем новую пустую строку. Потом мы покажем strr. r. Потом мы покажем remove double gates strr. А потом вот это заново покажем, чтобы действительно убедиться, что у нас релиз новый возвращается. И исходный у нас не меняется. У нас будет 7 строк output. Вот пожалуйста. Это исходный релиз. Вот этот содержит в себе только уникальные элементы. Вот исходный релиз. Вот исходный релиз. Вот этот содержит в себе уникальные элементы. Вот исходный релиз. Все очень правильно работает. Так. Вопросы есть? Нет других? Нет вопросов. Нет вопросов. Всем все понятно? Да. Окей. Так. Так, если всем все понятно, это все замечательно, значит, мы готовы делать первый таск. Таск вот такой вот. Вам нужно написать метод статичный, generic static method, называется union, который принимает два арейлиста с какими-то элементами и возвращает новый арейлист. Здесь он тоже возвращает новый арейлист. Что этот метод делает? Я сейчас вам быстро объясню. Еще в этом, в теории вот этих вот, в сад теории, да, как на русском будет сад? Множество, да, в теории множество есть вот такое вот понятие, как union, да, объединение. Представим то, что у нас в множестве а содержится три элемента, один, два, три, множество b, три, четыре, пять. Тройка она посередке в обеих, да. Их объединение дает список всех этих элементов вместе, окей? Но нужно заметить то, что в а изначально у нас уникальные элементы, в b тоже уникальные. И в результирующем union тоже уникальные элементы. Окей? У нас вот эти вот тройки повторяться не должны. Так, вот, в принципе, вот так и работает вот этот union. Вот, пожалуйста, я вам дам время до пятидесяти, четырнадцать пятьдесят. Потом мы возьмем брейк, до десять минут брейка возьмем. Решение свое вы мне скидываете на почту. Я буду открывать ваше решение, смотреть и прямо сюда же давать вам фидбэк. Правильно сделали, неправильно сделали, хорошо. И это все дело будет засчитываться за activity point. Окей? Если есть вопросы по вот этому методу, что-то там не поняли, можете либо в чат написать, я сейчас его открою, либо просто сказать, да? Так, если все молчат, то я представлю, что все все поняли. И все, начинаем. Скидывайте мне на почту. Давайте, поехали. Пока я проверю оттенненс. Так, экран вы должны увидеть. Увидели, да, все? Да, да. Да, увидели. Вот решение union. Решение севды. Получаем два орелиста. Разрешаем орелист. Создаем орелист внутри. Добавляем все с а, да? Все с а добавили. А с b мы добавляем только те, которых здесь нету, да? Правильно? Которые есть, нам добавлять не надо, потому что дублируется будет. Пробегаемся по b. Смотрим, есть ли он в резалте. Только в том случае, когда его нету, да? Вот воскресенье он и знак. Мы добавляем его в резалт. И потом возвращаем результат. Вот этот forCycle я бы немного... Ну, можно его без индекса, да, сделать. Для каждого, допустим, элементы e в b, да? Можно вот так написать. И здесь можно сделать... Если result contains in... Не contains, да? В этом случае, в этом случае, result add... На решение двух задач. 19,5. Решаем 19,5. Так, вот здесь вот нам нужно написать вот такой вот метод. В котором мы берем array из элементов типа i и находим какой-то у нас максимальный элемент. Давайте я это дело скопирую. Вот сюда вот добавлю. Прикернув, сделаем, чтобы у нас компилятор не ругался. И теперь попытаемся понять, что здесь на вот этой вот 63-й строчке у нас происходит. Мы как параметр берем массив с элементами типа e, да? Возвращаем e. Получается переменную того же типа. И у нас он generic, да? e – это generic type. Такой, который e extends comparable e. Вот это вот, если бы e стояло, то, в принципе, все было бы понятно, да? Как в предыдущем. e – там, max найти в каком-то массиве из элементов e. Все очень просто есть, как в предыдущем. Но специфика нахождения максимального элемента в каком-то листе, да? Подразумевает то, что мы можем элементы этого листа каким-то образом отсортировать. Правильно? Потому что если там есть самый большой, значит, он самый большой из-за того, что по каким-то критериям он больше, чем другие, да? Как по каким-то критериям сравнивания. Соответственно, вот этот e, мы должны… Он должен иметь метод у себя внутри, который позволит нам два элемента вот этого типа сравнить между собой, да? Ну и вы помните то, что у нас есть интерфейс, который называется comparable, и класс, который имплементит этот интерфейс, он гарантирует то, что внутри него есть метод compareTo, с помощью которого можно сравнивать, да? И когда мы пишем вот такую вот вещь, и extends comparable, и мы говорим, что? Мы говорим то, что e – это generic type, такой, который extended вот этого comparable интерфейса, да? Ну, мы, по идее, имплементим интерфейсы, но мы здесь не пишем implements, да? Пишем extends, ввиду того, что интерфейсы, они как суперклассы, да? То есть, string из-за того, что он имплементит интерфейс comparable, string is comparable, да? То есть, интерфейсы тоже, они симулируют is a relationship, поэтому мы просто здесь в Java пишем extends. То есть, в данном случае мы просто говорим то, что e, он имплементит comparable e. Вот и все. То есть, если у нас есть массив, содержащий строки, да? Нам нужно, чтобы строки имплементили comparable строки, да? Это можно проверить документацией. Вот если в строки зайти, string. Так, string, string, string. Вот он, да, string. Открываем его. И видим то, что у нас строка имплементит comparable string. Это означает, что вот сюда вот можно передать массив из строк. Вот. И внутри, так как мы знаем то, что у нас e-extended comparable, мы 100% знаем то, что у него есть метод compareTo. И как нам найти max? Ну, во-первых, мы договоримся, да? Вот такой вот precondition поставим. Условие. То, что у нас лист, он не нулевой, да? У него длина больше, чем 0. Как минимум, один элемент должен содержать. Это мы подразумеваем. We make... ... 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 от первого, не от нулевого, а от первого, потому что нулевое мы уже сохранили. От первого до конца пробегаемся и говорим, если вот этот it-элемент, точка compareTo, так, элемент, если он больше, чем max-элемент, то он возвращает положительное число. Если он возвращает положительное число, значит он больше, и в этом случае max-элементом становится он сам. После того, как этот цикл закончится, мы можем смело возвращать этот max-элемент, и мы точно будем знать, что он у нас самый большой элемент, это массив. Вот примерно вот так, вот сейчас давайте мы протестим этот метод. Нам нужно создать массив из comparable элементов. string, массив из строк, str, array, равен. Здесь сделаем apple, banana, и допустим, не знаю, банки. Банки у нас больше, чем банана. Сделаем массив из интегеров. Здесь сделаем один, там, минус 9, 3, минус 10, и пятерка, да? Пятерка на самый большой элемент в этом усиле. Потом мы что сделаем? Мы распечатаем max, здесь tr, все, 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 правильно. Здесь sin, par. Все, правильно. Все, правильно. Здесь запускаем. Смотрим. Все, вот, манки и 5, пожалуйста. Если бы мы не написали вот этот вот extends comparable e, то мы не могли бы вызвать вот этот compare-to-method. Почему? Потому что компилятор, когда он компилирует, да, он не знает то, что, он не знает тип e какой, да? Соответственно, он не знает, там есть метод compare-to или нет. А когда мы дописываем его вот таким вот образом, мы стопроцентно гарантируем то, что вот сюда вот пишется какой-то comparable, да? Который, мы с метод compare-to. Окей? Так, я теперь хочу ваши голоса услышать, потому что не сильно ощущение, как будто я сам с собой говорю. Мы тут, мы тут. Мы понимаем, да. Мы с вами. Вопросов нет? Нет, да. Нет. Все, супер, классно. Нет, нет. Все слышно. Так, тогда идем дальше. Вот это вот comparable, да, это будет верхней границей, да? Верхней границей. Другими словами, вот этот параметр e, он какой-то там type e, да? Такой, который у нас верхней его границы comparable, да? Правильно? То есть он может быть comparable, либо любой класс, который имплементит этот интерфейс. Я могу быстро написать что-то схожее. Так. И нужно сделать так, чтобы его здесь мы не использовали. Мы сейчас будем решать с вами 4.6, linear search и max двумерного. Поэтому можно что-то вроде такого сделать. Хотя я его на видео уже показывал. Ну, допустим, public static и там, допустим, не знаю, total, да? Входит, допустим, print total. То есть он принимает в себе, что cif из элементов e, да? Generic type e. И он печатает total. By definition, print total, он как бы суммирует элементы, да? И как бы мы подразумеваем то, что здесь содержатся цифры. Должны содержаться цифры. Правильно? Потому что мы хотим их там, не знаю, прибавлять, да? И так далее, и так далее. Но мы же не знаем, что это за e. Поэтому мы как бы гарантируем... Мы если напишем extend, допустим number, да? то мы гарантируем то, что e у нас будет либо number, либо одним из его субклассов. Numerical type. А там дальше мы можем уже total считать. Ну, скажем, double какой-то total. Да, или нулю. Побежимся по всем элементам в этом массиве. Мы скажем, для каждого элемента e. R, да? Что мы сделаем? Total плюс равно e.doubleValue, да? Если помните, doubleValue это абстрактный метод в number классе, которого имплементят все и integer, и double, и big integer, и big, там, big decimal, и так далее, и так далее. Это мы просто total печатаем. И мы сейчас давайте double array сделаем. Double array. 1.4, там минус 9, 0. И 14, минус 10, 5. Эти два, да? И скажем, окей, string total strr. Он его не сможет, да, откомпедировать. Почему? Потому что string, он не extended от number. Правильно? И если нависит, то он покажет reason no instance of type variable exists, so that string conforms to number. Да, то есть string, он, как бы, не соответствует числу. Но если мы передадим нет r, то все будет нормально. Если мы передадим double r, все будет нормально. И он, как бы, топовый их найдет и нам почек посчитает. Выведет на экран. Вот в данном случае мы тоже используем верхнюю границу, да? минус 10 и минус 975. Минус 9 и 75. Окей? Это bounded type. Так, теперь два задания у вас есть. 19,4 и 19,6. Я вам сейчас быстро объясню. 19,4 вам нужно найти индекс элемента key. Окей? Здесь нужно сделать вам linear search. Так как в linear search вы будете сравнивать элементы, то есть для поиска, для алгоритма поиска вам нужно сравнивать элементы, да? Чтобы узнать индекс этого элемента. Соответственно, вам нужно, чтобы этот массив состоял из элементов, которые можно сравнивать между собой. Comparable. Поэтому мы здесь ставим верхнюю границу. Так, это array из элементов. А это элемент, который вы ищете. Он возвращает integer. То есть индекс элемента в этом массиве. Если индекс находится, то возвращаете индекс, если этот элемент не находится, то возвращаете минус один. Так, идем дальше. Во втором примере вам нужно найти максимум только не в одномерном массиве, как мы это делали здесь, а в двумерном. Окей? Здесь two-dimensional array. Вот, два задания. 19,4 и 19,6. Я вам дам примерно до 35 время, 19 минут. Думаю, вы справитесь. А последние 15 минут мы попишем вот этот вот вектор класс. Хорошо? Вопросы есть? Если вопросы есть, то, пожалуйста, говорите. Я буду здесь вас слушать и принимать ваше решение. 19,4 и 19,6. Можно про вот это E спросить, что это? У меня не считают. Вот это E? Обычный E. Так, какой именно? В начале кода у вас там задано? Или как? В начале кода? Вот здесь вот, да? Вообще, в самом начале просто вот так E создавать можно, да? E вот здесь нельзя создавать. Его только в методе, который генерик можно создавать. Вот этот класс, он же не генерик же. То есть вот этот метод, он не генерик. Соответственно, здесь его нельзя создавать. Я ответил, да, на вопрос? Да, да, да. Так, я сейчас отключаю свой экран. Так, нам нужно сделать класс вектор. Это у нас последняя часть. Векторы – это вот такая вот интересная вещь. Вообще, векторы, они очень часто встречаются в машинном обучении. Я, наверное, думаю, вы, наверное, уже слышали. Они очень тесно связаны с матрицами. Векторы – это у нас просто матрицы с одним дайменьшином, да? Они у вас могут быть либо вертикальны, либо горизонтальны. Сегодня мы будем посмотреть только горизонтальные. Ну, допустим, у нас вектор А вот такой вот, да, 1, 2, 3, 4, там, да, 4 элемента. Вектор В у вас 2, 3, 4, 5, да. Можно векторы прибавлять. А плюс В будет равно чему? 3, 5, 7, 9, да. То есть, corresponding elements они добавляются. В минус А, допустим, будет, да, и чему? 1, 2, 3, да. Типа такого. Умножение двух векторов, они могут дать либо матрицу, в зависимости от того, как вы умножаете. Если умножить вертикальный на горизонтальный, да, как там было? m на n умножить на n на p дает m на p, да, вроде. Если у вас будет вертикальный первый вектор, dimension будет 1, то тогда у вас, а и второй будет, допустим, у вас, так, это у нас что? Это у нас вертикальный, это у нас горизонтальный, да? То у нас будет квадратный такой, да, матрица будет. Если у нас вектор вот такой вот, то есть первый у нас будет горизонтальный, а второй вектор будет вертикальный, то в этом случае у нас будет скалярное значение, да, но число будет. Поэтому, ну, мы будем это, мы это дело рассматривать не будем, да, мы просто рассмотрим с вами плюс и минус. Деления, по-моему, у векторов нету. У нас есть inverse, отделения нету. Вектор у нас будет generic класса, e. Плюс, так как мы будем прибавлять и отнимать, и пока такие вещи мы можем делать только с числами, да, мы скажем то, что у нас e extended.number. То, что у нас e – это число. Если мы хотим, допустим, свои числовые классы написать, типа как комплексы, либо rational, да, мы либо можем extendить это number, либо мы можем придумать другой интерфейс, который, допустим, называется ration, да, generic interface, допустим, да, в котором, допустим, будет два метода и там subtract, да. И мы что сделаем? Мы можем сделать extends operation. E, да, вот так можем сделать. Если мы вот так вот напишем, вектор, он может в себе содержать элементы e, такие, которые имплементят вот этот интерфейс, да. И если e имплементит вот этот интерфейс, то тогда мы точно знаем, что в нем есть метод add и subtract. Окей? Можно вот так вот сделать. И в этом случае мы немного шире обхват дадим. Конечно, мы не сможем базовый тип использовать, типа как интеджеры, там, long, и так далее, и так далее. Но мы можем свои кастомные классы написать, которые имплементят вот этот интерфейс. Но это не сегодняшняя тема, поэтому мы просто сделаем number для простоты. Потом вот этот вектор, он у нас должен в каком-то массиве храниться. Но мы сделаем конструктор. Паблик вектор. В конструкторе нам generic type указывать не надо. У нас есть private, ну, допустим, вот это дело у нас будет в чем? Скажем, то, что они у нас хранятся в обычном массиве, да. Так как у нас вектор типа e, в этом массиве тоже будут храниться элементы типа e. Вот так вот будет. Ну и давайте мы в конструктор тоже эти галлисты передадим. Скажем, то, что здесь галлисты, но оно хранится. И у нас будет способ создания вектора с помощью вот такого вот конструктора. Ну, давайте мы сделаем publicString toString, чтобы научиться печатать вектор. и мы просто сделаем return raiseString. И мы здесь скажем... создадим mainMethod здесь же. И, допустим, у нас будет массив из интегеров. a равно вектор 1, 2, 3, 4, вектор 2, то есть у нас будет 2, 3, 4, 5. Мы создадим вектор из интегера v1 равен newVector, в который мы закинем a. Второе мы закинем b. Ну, давайте мы просто их возьмем и распечатаем. Потому что мы можем их печатать. И мы должны увидеть вот эти вот два вектора. Вот они, да? Теперь давайте вот эти две операции сделаем, плюс и минус. Они немного трики будут с предыдущей группы мы немного повозились. Начнем с add. Public add, да? Что-то, что-то add. Вот теперь мы должны узнать, что мы ложим сюда и что мы можем ложим вот сюда вот, да? Вообще, когда мы делаем a плюс b, у нас a и b меняться, ну, как было, интуитивно их не менять, да? Допустим, если мы скажем c равно a плюс b, да? c у нас должен содержать себе 3, 5, 7, 9, а a и b должны также остаться вот этими двумя значениями. Соответственно, вот это прибавление, оно как бы возвращает нам новый вектор, да? Он должен возвращать нам новый вектор. Мы здесь пишем, поэтому что? Вектор, да? i. А вот здесь мы что пишем? Прибавляем там мы тоже вектор. b же у нас же тоже вектор. Соответственно, мы здесь тоже должны написать вектор i. Теперь самое интересное. Вектор i здесь будет а. Самое интересное вообще имплементация. Как вообще это дело имплементировать? Что значит прибавить? Это значит нам пройтись надо по циклам по corresponding elements и их значение прибавить. Это будет какой-то массив из элементов, да? Потом из этого массива сделать новый вектор, да? Вот. Как мы это делаем? Вот. Метод, object, который вот этот add вызывает, это this, да? То есть, если мы напишем, что-то вроде такого, вектор is number, допустим, да? v3, у нас будет равен v1.add v2, да? В данном случае... В данном случае для вот этого add будет v1, а adder будет v2, да? Вот. И мы добавляем элементы v1 и v2 друг к другу. Мы вот такое приконвечившим с вами поставим, что у нас this length, количество элементов this равно количеству элементов другого. потому что они оба должны быть одинаковой размерности. Мы это с вами подразумевать будем. Создадим новый массив из элементов e. Как массив из элементов e создавать, вы знаете? Мы вот так вот не можем, да, сделать. Ну, e, допустим. This values length. Вот так вот сделать не можем. Но мы можем зато вот что-то вроде такого сделать. Object. Мы его закасить в массив из e, да? Так можем сделать. Ну, в этот result мы должны закинуть в общем суммы элементов this и other. Фориком пробежимся. От нуля до values length. Потом скажем то, что result it у нас равен чему? Values it. И у нас будет типа e, да? Мы его возьмем intValue. Плюсомем туда other. Точка values. И ты. И у него тоже intValue возьмем. Так. Ага. Все. Я понял. Так. Вот здесь у нас, конечно, косяк есть. Почему? Потому что мы берем intValue, да? Вот здесь мы берем intValue. Но он может себе содержать и другие числовые значения. Мы можем, в принципе, взять doubleValue. И вот здесь нам уже не и будет, а doubleValue. Будет, может, просто doubleValue сделать. Этот нам не нужен. Здесь мы сделаем no double. И это дело туда закинули. Вот здесь у нас результат добавлений corresponding elements. А потом мы возвращаем просто новый вектор, который создается с result. Что он ругается в беде? Почему он у меня ругается? Ага. Ага. Сейчас на ниточку. Required type E. Massive is E. Found massive is double. А, все. Понял. Если мы сделаем, получится нет. Закастим его в вот этот вот тип, который там есть у нас, да? Потом это все дело покажем. Так, ну давай посмотрим. V1, V2 вывели. Давайте теперь V3 выведем. У нас должна получиться сумма этих двух массивов. Эти двух векторов. Вот, пожалуйста, 3, 5, 7, 9. Так, давайте теперь попробуем вот этот вот в double перевести, да? Так, 2 и 1, 3 и 1, 4 и 1, 5 и 1. Тоже у нас generic type. Здесь мы сделаем double. О, вот это вот интересно. Вот это интересно. Вот смотрите, здесь у нас интересный кейс. Мы когда add делаем, мы добавляем только вектор, состоящий из типов того же самого, да? Того же самого типа. Если это вектор из интеггеров, то мы добавляем вектор из интеггеров. Но мы можем сделать и extends number. Ой, sorry. Anything extends number. Вот этот wildcard type можем закинуть. И в данном случае он что сделает? Он нам возвратит. Мы сможем, в общем, туда double закидывать. Давайте посмотрим. У нас должно быть 3 и 1, 5 и 1, 7 и 1, 9 и 1 получатся должны. Вот, пожалуйста. С помощью дженерика, в общем, можно один маленький класс написать так, чтобы он работал с разными numerical types, да? Вот. Ну, сабтрактом он будет похожим. Он будет очень похожим на этот. Просто вместо знака плюс у нас будет минус. Окей? Так, возвращаемся обратно сюда. Давай мне не видно. Так, вам видно, да, всем, ребят? Здесь? Да, да, видно, нормально. Да, видно. Окей. Вопросы у вас есть по вот этому? Нет, нет. Нет, нет. Нет вопросов, да? Окей. Тогда вот эту вот вещь вы можете дома добить. Сами. Вектор, класс. Если вопросов нет, мы можем завершать. У кого свои вопросы будут касательно других там тем, да, можете мне написать на почту. Хорошо? Ок. Окей. 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 ило, Продолжение следует...